Музыка Нет, пожалуй, ни одного человека на земле, изучавшего русскую орфографию и не усвоившего этого странного исключения из правил. Слова «стеклянный», «оловятный» и «деревянный» пишутся с двумя буквами «н». Почему странным? Потому что все остальные, отименные прилагательные, образованные с помощью суффиксов «ан» и «ян», пишутся с одной буквами «н», а вот в суффиксе «ен» пишутся две буквы «н». Устанавливая правила письма, мы не имеем права ориентироваться на произношение. Орфографическое правило – закон, который нельзя нарушать. Но сто лет назад Владимир Иванович Дань и Яков Гроз утверждали, что в сложных случаях письма нужно придерживаться произношения. Первоначально в древнем славянском языке все отименные прилагательные образовывались с помощью суффиксов «ан» и «ян», но при этом получали различные ударения. Если существительное имело постоянное ударение на окончании, то прилагательное сохраняло его на суффиксе. Например, «стекла», «стеклу», «стекла». Поэтому «стеклянный». Если существительное имело подвижное ударение, то есть переходило сначала на конец слова, то образованное от него прилагательное получало наконечное ударение. Например, «деревья», «дерево». Поэтому «деревяной». В итоге можно сказать, что ударение в прилагательном четко зависело от ударения в существительном. Запомните этот пункт, он нам пригодится в конце. От этих суффиксальных прилагательных образовывались новые формы с дополнительным суффиксом «и». По этому правилу слова выглядели так. Обратите внимание на три буквы «н». Однако сверхкраткий «ель» выпал в результате утраты редуцированных. Как только это произошло, начались колебания между разными формами одного и того же прилагательного. Например, «деревянное», «древяное» и «деревяное». Так возникли новые слова «деревянный» и «оловянный». Последующая третья «н» просто слилась с предыдущей, потому что три «н» в одном слове – это для русского языка в диковинку. Оба прилагательные сохранили старое ударение на суффиксе, а также свой состав фонем и морфем. В итоге можно сказать, что здесь было два суффикса «ян» и «инь», которая превратилась в суффикс «ян». В слове «стеклянный» тоже выделялся суффикс «инь». Выглядело оно так. Обратите внимание, в корнях сверхкраткий «ель», поэтому ударение падало на суффикс. Это слово, даже получая суффикс «инь», никогда не переносило ударение, поэтому в нем не суффикс «ен» с двумя буквами «н», не суффикс «ян» с одной буквой «н», а именно суффикс «ян» с двумя буквами «н». Почему ударение на суффиксе? Вспоминаем то, что я говорила ранее. Таким образом, благодаря развитию русского языка, у нас образовался трёхглавый дракон – стеклянный, оловянный и деревянный. Многие из нас хотя бы раз что-то слышали от цивилизации майя. Некоторые знают про величественные храмы, другие – про солнечный календарь. Но как много людей знают о том, насколько великая была эта цивилизация? И почему современные учёные считают эту цивилизацию одной из самых развитых цивилизаций своего времени? Цивилизация майя зародилась в 2000 году до нашей эры. Территорию цивилизации очень трудно определить, потому что майя – это название именно цивилизации, а не народа. Учёными принято считать территорию цивилизации южную часть Мексики – штаты Чиапас и Юкатан. Майя развивались во многих областях. Они были превосходными строителями. Изначально все их города были белыми, потому что здание покрывалось белой штукатуркой и известняком. Но это породило проблему. Солнечный свет, который отрождали здания, очень сильно слепил людей. Тогда майя стали использовать натуральный краситель. В виде натурального красителя выступали семена аната – маленького дерева, которое произрастало по всей территории майя. Тогда все здания стали красными. И многая национальная одежда майя также имеет красный свет. Но майя развивались не только в строительстве. Они развивались также и в медицине. Майя еще с древних времен умели определять многие болезни. Знали о свойстве целебных трав и очень хорошо знали человеческую анатомию, что позволяло производить многие операции. На всем своем существовании майя сталкивались с огромным количеством проблем. Они столкнулись с проблемой перенаселения, голода и нехваткой воды. Тогда они придумали выдалбливать пещеры в известняке, где собирали весь свой урожай. В центре города они соорудили специальный огромный резервуар, куда стекалась вся вода, собранная во время сезона дождей. Улицы специально строились с небольшим уклоном, чтобы вода стекала в резервуар. До наших дней дошло множество образцов письменности майя. Эта цивилизация не только имела свою письменность, но и свою собственную систему счисления, свой собственный язык, который в наше время ученые даже смогли перевести. Майя оставили человечеству множество секретов. Таким из них являются хрустальные черепа, сделанные из горного хрусталя. Ученые всего мира до сих пор спорят о происхождении этих черепов. Считается, что даже не все современные лазеры смогут сделать такой объект. Все вышеперечисленные факты смело могут доказывать то, что цивилизация Майя являлась очень развитой цивилизацией для своего времени. Всем привет! Я Евгения Лоскуткин, 5-й Б-класс. Мы все знаем русский язык, но не все мы знаем, как правильно говорить. Разберем конкретную ситуацию, как правильно говорить из школы или со школы. Если вы используете предлог в, то парный ему из. Если вы используете предлог на, то парный ему пример. Идти в школу и идти из школы. Идти на работу значит прийти с работы. Если вы живете в Ярославле, то вы из Ярославля. Если вы отдыхаете на Рыбинском водохранилище, значит вы вернулись с Рыбинского водохранилища. Как правильно употреблять глаголы «класть» и «положить»? Глагола «ложить» в русском языке нет. Этот глагол употребляется только с приставками. Например, положить футболку, вложить что-то в книгу. Глагол «класть» не употребляется с приставками. Кладу куклу, кладу вещи. Еду не ложить, не ложить. Да и на класть нельзя, а можно класть и положить. Запомните, друзья. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений Осковкин. Учите русский и говорите правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова